Всех приветствую на своем канале. Я сегодня ездила в магазин, вообще в две штуки. И, да-да! То, что я вчера в обзоре пустых банок вопила, что меня душит жаба. На самом деле, в общем, если чем, видимо, для меня уже выработалось какой-то вот определенный продукт, который, несмотря на цену, если мне этого очень хочется, оно закончилось, то есть, есть возможность, то этого требует организм, сказала моя тетя, но вообще не помню, к чему она тогда говорила, то ли про какую-то вещь, то ли про какую-то еду. Я вот теперь это применяю, всем это как бы втираю. Не знаю, как это знать. Мозги у меня слегка устали, поэтому, если вы вдруг поняли, о чем я говорю и что я пытаюсь изобразить, то напишите, пожалуйста, в комментах. Я буду вам очень персонательно. В общем, вообще, я сегодня очень сильно помирала. Почему? Во-первых, Лёне надо заново научиться отдыхать, по крайней мере, вовремя вспоминать про отдых, и если сидишь, переводишь или что-то делаешь и понимаешь, что, ой, блин, хочется есть, хочется отдохнуть, то надо все-таки отдохнуть или поесть, а не, ой, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, а потом лежишь трупом. Что я сегодня примерно полдня одела. Я решила, что лучше на велике прокачусь, может быть, оживу, чем я буду дома сидеть без действия и вообще жаждать на улицу и при этом ничего не мочь. Лето все-таки. Ну, и, видимо, все-таки, наверное, так. В любой непонятной ситуации садитесь на велосипед, если он у вас есть. Если нет, приобретайте велосипед, то садитесь в любой непонятной ситуации на велосипед, поведите подалек куда-нибудь. И если вам слегка хреново, то тоже садитесь на велосипед, он вас оживит. В общем, так, я вообще ехала в пятерку, у меня там была какая-то скидка 45 рублей. Начну с того, что я на днях закупалась в пятерке, там всякой еды, в деревню, не в деревню. Подарок там этой бабушке, на сестре младше, куда я вчера еду, а выдры фотик я брала. Но, блин, мне везет. Яка и воды меня, видимо, очень любят, стабильно меня поливают где-нибудь там. Или я когда приезжаю, то... И только-только приехала, зашла в дом, дождь пошел или типа того. Вот вчера на обратном пути, благо, у меня был дождевик уже. И он, как бы сам дождь не особо сильно был, у меня не настолько промокло, как бывало до этого. Но тапочки мои новые все-таки пришлось посушить на балкончике, на прищепочках. И стеречки в них отдельные, отдельные кожаные стеречки в кожаных тапочках, блин, тоже. В общем, такие пироги. Да, насчет якаев. У меня было в закладках на Риде, ну, вообще, я не помню, как этот сайт называется, но на Ридме мы выкладываем как раз наши команды. И я, когда меня сварганивает, была высудена. В общем, в закладках у меня висел такой аниме, внукнули рихионом. И чисто из аннотации записания к аниме я на него дико плевалась, 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 плевалась. Учего поставила фоном, слушайте, так затянула. Там, по-моему, 25 серий, какие-то еще бонусы. В общем, я, по-моему, на 19-й сейчас. Ну, соответственно, якаев, я всегда радовала. Такие это черти, прочая фигня. Я где-то уже говорила, наверное, много раз. Может быть, ну, подозревав, что все-таки говорила, что в детстве коллекционировала черти иконки. Вот тут разбирала свое парафон, нашла вещички от иконок. Ну, вот эти вот самые фиговины, где вот раньше была иконка. Отхожу от темы, раз тут перешла на иконки, я помню, в детстве мелкие были, ходили в баню, я пошла с этой ночной иконкой. Я в 70 лет крестили, потому что это было модно тоже, где-то уж такое говорила. Те, кто давно подписан и каждое видео просмотрел, думаю, в курсе. Те, кто не просмотрел или недавно подписан, если интересно, можете заняться, если вам делать нечего. Или время не жалко, или просто поставить миофону. Короче, сама себя рекомню. Блин, как оленка практически. Ну, я, правда, не говорю, подпишитесь, поставьте лайк, дизлайк и прочую хренотень, и какой-то там колокольчик, где он находится, вообще без понятия. В общем, выхожу я из бани, такая мелкая. И у меня там 7, что ли, мне с половиной лет было. Значит, вот это, или, да, где-то 7 с половиной лет. Только-только, значит, покрестили меня. Потому что летом крестились при луках, значит. И у меня эта картинка от иконки отваливается. У меня такой шоу был. Я думала, что это вечно все. Вера во что-то такое пошатнулась. Вера в черте никогда не пошатнулась. Сама чертик. Они где-то спереды. Ну и, в общем, еду я. Думаю, что мне такое. Думаю, может, мне доехать до Афанасии. Я гляну там это. Еще перед этим залезла на Озон. Гляну, что там, смотрю, кофе уже стало не 700 чем-то, а 600 чем-то. Ну, почти 700 рублей. И Light, и Red. Ну, думаю, ладно, что-то жаба душит. Поеду, лучше я до Афанасии гляну, что там. А Афанасии, значит, сеть у нас такая магазина в Угличе. По-моему, чисто в Угличе с кем-то там созданная. Не знаю, в других городах области есть вообще или нет. Если вдруг знаете, и вы там где-то из области, и вы меня при этом смотрите, черканите в камент. Ну и, в общем, заезжаю, еду, короче, на Верике. Думаю, ну, гляну, там обычно что-то бывает. Ну, может, Red будет, может, Light будет. Хотя Light там я не видела. Я помню, там, как-то, покупала последний раз, вот как раз Black Catano, оригинал Catano. В смысле, оригинал этот душит. Ну и думаю, вдруг чего. Ну, а вдруг. И, значит, приезжаю. Да, вот так еду, еду, еду. Понимаю, что надо бы съедить. Еду, думаю, что я там. Все равно помираю. Какая разница. Я в полуоблесном состоянии пару раз как-то ехала на Верике. Ничего, доживаю еще. Доехал с полу. Вполне нормально. А если вдруг мое лицо краснеет, то, возможно, у меня все-таки температура. Но я вот как-то купила в аптеке градусник современный. А он попался исключительно бракованно, о чем я узнала не сразу. И, соответственно, отправила его потом в помойное ведро. А электрически все никак не приобрету. Когда собираюсь, все что-то забываю. А когда надо, вот его все нет. Так что вот. Мне там кто-то писал личку, когда в прошлый раз была в деревне. Такое огромное послание. Причем оказалась девочка. Девочки, какие-то меня просили передать привет. Сказала, привет, это факт. Ну, фиг ли, уже приветы закончились. Она об этом написана. Даже Юлю тогда попросила, смс-ку и скинула. Она у меня типа одну группу. Юля. Она там на стене этой прилепленной записью сделала. В общем, писала мне какая-то девочка, что-то там по поводу красноты моей кожи лица. Хорошо, она не зеленая, не серая. Что интересно, если вы смываете макияж, у вас там какого цвета пора. Ну, я ничего не говорю такого. Но есть люди, что... Вот у нас была девочка, со мной училась в школе. В классе в одном, старство наше. И она в пятом классе начала краситься. У нее какие-то дикие такие синие прыщи были. Чисто эту косметику пролезали. И наш директор, помню, и наша классная. Тогда еще не наша классная, но она потом стала наша классная. Они ее зашкирять, в женский туалет умываться возили. Практически силком. Ну, бесполезняка, она потом все равно красилась. Я к тому, что, если вы смоете ваш мейкап, какого цвета ваша кора. А у меня красная. Хорошо не зеленая. Дочнее, живая. Ну, и еду я туда. Заезжаю, прицепляю в белье. Кстати, вот у нас горд такой. Мне там кто-то говорил в камен, так что вот, ну, типа, что у вас здесь на городе. Ну, у нас город вообще, по-моему, 90, ладно, процентов 70. У нас вандалы какие-то, биомусор, я считаю. Потому что сначала мне у Атака попытались с коммунизить велик, который вообще-то противоугонным вот этим запорчиком был. Пределом, ну, запертый велик на велостоянке. Рядом куча людей, машин, там, это куча других велосипедов, мотоциклов и табуреток, ну, эти скутеры, которые. Хоть бы какая, вот действительно, сволочь, хоть бы какой человек сказал, потому что был бы это не сволочь, то сказал бы, наверное, тому, кто это схмунизил, перетелался. Причем, это же представляет кто, в смысле, не знаю, как их зовут, конечно, но я поняла, кто это мог сделать. В общем, я когда вернулась из магазина Атака, я туда единственный первый раз пока ездила, вот неудачно в плане этого велосипеда оказалось. Раз уж видео про покупки и болтологическое, то почему бы и нет. Я, правда, времени не заметила, сколько я тут болтаю. У меня времени-то, как бы, слегка вопресс. Ну, надеюсь, я все-таки уложусь в то, что я хотела. Ну, я выхожу, короче, там, корзиночка у меня, она съемная, но она, корзиночка в одной стороне, где-то в полтора метра. Велосипед вообще лежит так, очень сильно, будто его пытались упереть, хотя там, ну, разве что слепой не увидит, что он, как бы, заднее колесо вот с этой вот фиговиной, короче, с рамой, оно, как бы, сцеплено замочком, проводочком, или как оно там, суть такая. Ну, и, в общем, я еще так, я довольно громко высказала свою негодую насчет, без мата, конечно, но высказала негодую. И самое интересное, что в машине сидел мужик, рядом вообще сидел, в окно, водался, ну, так, это прикольно, да? Причем он сидел еще до того, как я пошла в магазин и поставила этот велосипед, но шел он, люди, за смолочь, е-мое. И тут как-то было пятерки, я зашла, не первый раз я так пристегила его, этот велосипед, в том месте, в этот раз пристегнула с другой стороны, рядом со стоянкой, но там велостоянка очень неудобная, если у вас на велике впереди корзиночка. Суть такая, что, как бы, я представляю, как он может упасть и куда может упасть корзиночка, потому что, ну, в принципе, у меня как-то неудачно это выходило, если точно, трогни через этот дурацкий домофон, все эти домофоны вообще какая-то жуть, все эти двери домофонные жутко тяжелые, неподъемные для такой эльфи, как я, ну, и, в общем, я представляю, как он могло бы выглядеть, если бы оно само упало, и само бы там это, с подножки, а сама упала, да? Или корзиночка сама бы отпрыгнула, но корзиночка сама не может отпрыгнуть. Я выхожу из пятерки, передо мной какие-то биомусорные детки были, я подозреваю, что они. Потому что иначе, вроде как, там, ну, вряд ли бабушки вдруг поедут крышей и будут откидывать чужую корзиночку с верика, да? Я подхожу, я даже не сразу поняла, чего не хватает, чего не так. С верик как стоит пристегнутый, так и стоит, а корзиночка в двух метрах рядом лежит, перевернутая. В общем, вот такие у нас биомусорные люди живут, в общем, вандализм полнейший в городе, тут мне что-то у Афони вдруг повезло мне сейчас, внезапно. Я не хотела про это говорить, сначала хотела свою негоду вынести ВКонтакте, потом думаю, да ну нафиг, там у меня все, кому не лень, иногда в каменте, я такая уставшая, убитая, и сколько я пыталась раз написать, люди у меня достали определенное сейчас людей, то обязательно те, кто меня достал, обязательно что-нибудь там напишут. Я пожаловалась сначала в тифаретнике, вот сегодня выскала. Все-таки накопилось, высказала. Короче, приезжаю в этот вот Кафанасию, пристегиваю велик, с ним ничего не случилось. То ли мне уже стало везти на нормальных людей, то ли просто биомусор там рядом не проходил, то ли как-то, ну, в общем, повезло. Захожу, и что я вижу? Кофе Бушида. На Азоне, ну, что-то 600-700 рублей, вообще не знаю, вот точно такая же бабочка, тут наклеечка такая под деревом. Япония, лучший, в общем, Бушида, Кода. Ну, тут наклеечка, видать, там что-то не по-русски, не для людей чуть было не сказала. Ну, тут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вообще, если вам интересно, чисто загуглите, там, вот, видно, почитайте. И сделан он 23 февраля и до 2, точнее, до 8 февраля 2020 года. Ну, и что у нас тут такое? Ну, в общем, бла-бла-бла, нормальный кофе. Я его еще не вскрывала, я его даже не откручивала, еще могу сейчас открутить. Вот тут такая же, вот, как на всех классических Бушидах, вот такая наклеечка. Я его завтра перед работой заварю, попробую, и потом сделаю отдельный абзац, потому что у меня уже вроде как, я даже хочу плейлист создать, этот кофейный плейлист, в том, что у меня уже, вот, четвертый Бушидах. Стоило этой части 495 рублей. Без скидки, белый ценник, рядом стоял, была катана и 455 рублей, но так как у меня уже была, была катана и закончилась. Я сначала думала про запаску пить, а куда она мне? А мне этой баночки примерно на полгода хватает даже больше. Ну, если у меня никакие-нибудь там гости не тусят, или никакие-нибудь там еще, я помню, у нас была эта, с бабушкой сиделка, одна, и другая тоже не очень такая же. Ну, не люблю я людей, которые, знаешь, приходят к вам в гости, ведут себя настолько как дома, что у вас глаза, офигею, у меня иногда заходят такие знакомые, вроде как ничего такого за ними не ощущаешь, а тут лежат дорогущие конфеты, мне не жалко, ну, блин, ты спроси хотя бы. И хап-хап-хап, я предлагаю человеку пожрать, сварить, ну, там, перемешать, шо ли, вместе поедим. И оно заявляет, что нет, я есть не хочу. И так вот тебе съедает все, что у тебя есть. И еще удивляется, почему ты ничего другого не предлагаешь. У меня тут открыта еще банка сгущенки. В общем, я купила себе это кофе в Афонике Афанасии на Ростовской. Если вдруг меня кто-нибудь сейчас смотрит, кому-то это интересно. Купила, увидела чай. Вообще, импра, внезапно был хороший чай, в Атрусе я тогда покупала, Атрус, к сожалению, закрылся. И я люблю средний листовой, этот мелкий. Я ни разу не пробовала импра мелколистовой, хотя, ну, сама чисто не пробовала. Возможно, пила у маминой подруги Лены, с которой мы общаемся. У меня там еще, вот, заем как раз ее дочка. В общем, это у нас, в чем меня радует, что оно сделано не в России, а сделано в нормальном мире. Шри-Ланка, там же упаковано. Ну и, в общем, до ноября 19-го года, ноября 16-го года, судно на 75 рублей, кажется, оно стоило. Ну, короче, мне вот 4 сгущенка вареная, вот эта вот баночка, вот это и вот это обошлось с 699 рублей все вместе. Ну, я купила этот чай, думаю, пусть будет в запас. У меня сейчас еще стоит пачка неоткрытая, 250 грамм среднелистового, цейлонского. Ну и вот это заодно. Так, еще, и чисто вот, ну, показать, раз уж я решила обзор делать, вот тут у нас хозяин варен горошек, зеленый консервированный из мозговых сортов, стерилизованный. Стерилизованный, да. Стерилизованный? Я уже не думала, что стерилизованный, это только это, но вот. коту какому-нибудь там яйца отрезали. Сказала что-то такое к 18 плюс или 18 минус. Внезапно сделано в Белоруссии. Могилевская область, город Быков. Бы-хо-бхэ. Икс. Вчера была в деревне, там это двоюродная племянница мелкая. В 7 лет ей, значит, она в школу должна идти вот с этого года, учит буквы, внезапно решила, что ей надо их учить. И вот она когда-то еще не прошла букву Х. И там было написано Мухомор, она как-то его по-другому прочитала. Вот сейчас что-то просто вспомнила про букву Х. Тут масса нет, это 450 грамм. Он, по-моему, 52 рубля стоил. Срок годности у него 2 года. И сделан он у нас 9-го, 07-го. Ну, в общем, год назад. В июле прошлого года, думаю, в принципе. Просто иногда мне хочется... Одно время тут мне хотелось этот оливей делать или еще чего-то, а вот горошка-то нет. Практически все было, не было горошка. Теперь будет горошка, может, когда-нибудь делают. горох, овощной горох. Видимо, бывает, что у меня другой горох. Свежая вода, питьевая, сахар, соль. И что-то тут слегка на белорусском, я это не осилю. Там уже мелкими буквами, красными мелкими буквами. Еще вот оно уже вскрыто, не поверите, я кучу магазинов обошла в Угличе, чтобы найти с нормальным составом. Они с маслом ши, пальмы, хрен знает кого. Тут у нас молоко нормализованное, сахар, сахароза, лактоза и фермент бла-бла-бла-бла-бла, лактоза, короче говоря. Молоко цельное, сгущенное, вареное с сахаром Егорка. 77, что ли, рублей. 380 грамм я сегодня уже открыла, но оно у них стояло в холодильнике. И, возможно, в тепле оно как-то пожиже будет. Сейчас я ела вот оно такое, ну, видно, я тут ела с чаем. И с той булочкой, оставшейся, с шоколадом, я думаю, если кому интересно, на страничку ВКонтакте, которая страничка имени меня, тыркнитесь под видео, там есть ссылки, и увидите фотку как раз вот моего такого типа обеда, потому что на завтрак у меня был суп. Меня зазвонил телефон номер 2. Вчера тоже зазвонил, тот же самый человек. Ну, это потом, как я говорила по телефону, и потом выходила и нажимала на кнопочку. Короче говоря, в общем, сгущенка, я ее тут лопала с этой булочкой, с какао, не знаю, последняя булочка осталась, и с чаем. Вот сейчас она, по-моему, уже мягче становится. А так была вот какое-то такое очень густое желе. Очень-очень густое желе. Какое-то даже, ну, почувствуешь вкус, но какое-то, ну, непонятное. И самое прикольное, что вот эта химическая гущёнка, она по цене чуть может дешевле, чуть может дороже, чем вот эта нормальная. Кстати, белорусская гущёнка, раньше говорили, что белорусская гущёнка, типа хорошая, самарская или смоленская, поправьте меня. Кажется, видимо, Смоленск я путаюсь с Самарой теперь. Ну, я знаю, что я путаю Архангельск и Астрахань, Краснодар и Красноярск. 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 Ну, как-то так. Путаю я. Ну, по названиям, по именам. Я понимаю, что там одно где-то на юге, другое где-то на севере. Ну, мало ли. Надо же что-то путать. И, в общем, она живёт после вскрытия, после вскрытия уже приехали, уже косметика, она живёт 8 месяцев и сделана она у нас 3 мая сего года. В общем, до января мне её надо с хомячей. Вот, ну, я думаю, что её и так с хомячу. Это у меня была покупка из Афоньки. Ещё я заехала в пятёрку. В пятёрке, короче, как я и говорила, я закупилась как-то за 800 рублей. И у них идёт шестая акция, и там везде всё в пятёрках в солнечном. Там везде всё, в общем, такие иногда наклеечки, там через раз практически на каждом месте. Типа купи на 555 рублей, получи карту и получи скидку на неё. Нифига вы там эту карту не получите. Я вообще знаю, что у нас пятёрка в солнечном, они такие скартины, там какая-нибудь акция по всей пятёрке проходит. В какой-нибудь другой пятёрке вам давали наклеечки с пятёрочкой, да? В этой пятёрке мне никогда ничего не давали. У них если была какая-нибудь акция, то могли на кассе прямо обмануть и сказать, что так и было. И, в общем, я что-то как-то видела, но я не вникала, думаю, хрен бы с вами, ну, 555 рублей, ладно, у меня что-то набралось на ровно 800. Ровно 800, там еда какая-то, не еда. Ну, и то есть всё, самое десятое. И как раз про видр говорила. Ну, и, в общем, чё я... Мне пробивают чек, я, значит, плачу картой, и мне выдаётся чек, там, 45 рублей нарисована, и девушка на кассе говорит, что вот это, типа, скидка в следующий раз предъявите, хоть на полную сумму, всё, вот, типа, вам этим чеком оплатится. Думаю, ладно, фиг с вами. Попробую. И забыла что-то про этот чек, и вот как раз ехала в пятёрку, думаю, ну, как раз этот чек отоварю. Вспомнила про Ахоню, и решила в Ахоне поехать. Перед этим я почитала на сайте эти условия отсюда. Может, я ещё не поняла. Хотела видео в это сказать, потом думала, может, я ещё не поняла. Перед тем, как писать видео, залезла на сайт, посмотрела. От суммы 555 рублей вы получаете карту пятёрочка-выручайка, или что-то в этом роде. Название полностью, если вам интересно, загуглите, там, пятёрочка карты, или как-то так, и гляньте, почитайте. Или, типа, если у вас сумма меньше 555 рублей, купите эту карту за 25. А так получаете бесплатно. Никакую карту мне не выдали. Никаких приветственных чеков, то-сё, в общем. Ну, я сегодня зашла и думаю, ну, куплю бананов. Смотрю, куплю, хотела вообще персиков, потому что как-то там купила персиков, такие мягкие, презрелые, вкусные вообще-то что-то купила. Как раз они в том чеке были, на 800 р. Ну, и смотрю, вроде как персики, всё те же, но такие, не только молочные зубы сломаете, а вообще всё что угодно об эти персики. Практически каменные, блин. И смотрю, бананы. Бананы что-то внезапно по скидке 44 рубля. У меня ещё женщина какая-то что-то про бананы попрошала. Но, видимо, у меня на лице написано Лёля Добрая. Лёля всем поможет. Лёля Добрая. Лёля бы научилась ещё, когда Лёля уставшая, посылать людей, которые не понимают, что слова нет, на три весёлые буквы. Или ещё куда-нибудь. Так, чтобы они отвяли. Было бы вообще шикарно. Ну, в общем, купила себе бананов. Тут пять штук. Я что-то брала, мне показалось, что это шесть. Ну, в общем, купила себе бананов. Килограмм 44 рубля, может, с копейками. У них же обычно там бывает 99-99, что-то в этом роли. Ну, и думаю, фиг знает. Может, у меня на 45-то рублей не вышло. Может, там на меньшую сумму нельзя эту хрень использовать. Сейчас не помню. И я купила себе вот эту штуку. Вот, слушайте, вот эта штука, я уже третий пакетик покупаю, они там по 39 с копейками. Может, 39 ровно, может, 39-90. Вот я покупала сенсоевскую фунчозу. Вот там от фунчозы одно название. Хотя она вкусная, вполне себе такая, думаю, кореянка, которая у нас там в магазине на часовом, угольческом, с суша этими роллами, торговцами, напальными и салатиками всякими, наверное, её используют. Здесь вообще день и ночь. Тут у нас крахмал, зелёных бобов и вода в составе. Есть родица, да? А тут 100 грамм. Ну, как написано, что из 100 грамм получится 400 грамм, если их сварить, 7-10 минут варить. Ну, кому интересно, просто чин-чин там залублите. Я думаю, где-нибудь там есть какие-нибудь описания составы. Там потом сделано корейцами. Стеклянная лапша, зелёных бобов, 100 грамм. Идеально для салатов, для корейских салатов. Ну, я её так хомячила, сварила со сливочным маслом, немножко полила этим кикамановским соусом. И захомячила. В общем, со мной, видимо, у меня получилось 200 грамм. У меня один пакетик есть, пол пакетика есть, и ещё вот этот пакетик. Ну, и он 39 рублей, значит, с копейками. У меня вся покупка вышла на 76 рублей, и мне на кассе выдают. Ну, я протягиваю чел, объясняю, что вот они мне его дали. Причём на той же самой кассе, где я и отовариваюсь, пропиваюсь и так далее. Правда, у другой женщины-продолжитель. Ну, и, ну, типа, говорю, я не совсем уверен, что она, да, да, типа, это скидка. Но я вам всё равно её сейчас сделать не могу, потому что скидка действует только, если вы купите на 450 рублей, тогда у вас будет эта скидка. Не меньше, не больше, 450. Ну, типа, скидка 10% получается. Я думаю, ну, мне-то как-то пофиг, я не обедняю. Ну, пришла домой, почитала условия, почитала, понимаю, что там пятёрка в солнечном, видать, притягивает биомусор, который скидывает корзиночки из чужих велосипедов. И сами они как-то... Я ничего не хочу плохого сказать про людей. Может, у них там руководство считает, что как-то это не особо надо учитывать. И если в некоторых магазинах там чаще всего попадаются... Я ещё в Кульке училась, блин, больше 10 лет назад. У нас там женщины говорили, даже у нас какой-то там предмет, я уж не помню название, но был, что типа, людей учат улыбаться, и женщина, когда у нас жалуют, что её племянница там работает в магазине в каком-то в Ярике, и их заставляют улыбаться. Если вы покупателю не улыбнулись, то вас вычитают от зарплаты. Вот у нас бы такое выключили, потому что иногда, знаешь, идёшь, знаете, да, я тут сказала, знаешь, будто к одному конкретному... Знаешь ты, ты знаешь. Идёшь иногда в пятёрку, у тебя рот до ушей, ты нормально так отовариваешься, а у тебя на кассе ни с того ни с сего. И ты в таком афиге. А продавцу тупо надо улыбнуться. Что типа, ой, так сложно улыбнуться, знаете, вот... По-моему, намного легче улыбнуться, даже если у тебя на душе кошки скребут, и вообще, писяц, какое состояние, чем нахамить или что-то в этом роде. Потому что если ты улыбнулся, тебе в ответ улыбнулись, сколько, как бы тебе погано не было на самом деле, тебе хоть на чуть-чуть достало легче. В общем, я, наверное, что-то хотела ещё про фунчозу сказать, у меня слегка прыгающая, но так как меня сбил телефонный звонок, то у меня обычно сбивается мысль. Помимо того, что у меня и так мысли прыгают. Если вы досмотрели до конца, то вам очень много позитива. Тут у меня, наверное, видно всё-таки эти оранжевые, эти жёлтые, или фигные, от какого они цвета лилии из сада. И всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Про эти самопальные игрушки я постараюсь до уеда в деревню написать видос. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok